Дорогие братья и сестры, дорогие братья и сестры, я хочу сейчас, если буду делиться с вами, да, то это мое субъективное, хорошо? Что если оно где-то пересекается с вашим учением, я не хочу, чтобы это каким-то образом поколебало вас. Я буду говорить за себя, хорошо? То есть, если это, то валите на меня, хорошо? Я отвечу на этот вопрос. Я думаю, молиться может любой, но будет ли иметь это какой-то результат? Ну, вряд ли, вряд ли. Смотрите, что написано в Слове Божьем. Я расскажу о том, как Бог меня исцелил неоднократно. Со мной есть, я даже вожу с собой документы, там у меня все медицинские эти все штуки. Но я вам открою великую тайну. Мне 50 лет, и с недавних пор я пью таблетки от давления. Чтобы вам было понятно. Да? Я немножко испугался. Вот. Ну, это вопрос моей веры. Я верю, что врачи, они от Бога. Точнее, ну, мне как бы сказать, мне не нравится слово врач. Это такой корень врать. У нас сейчас врачи. Раньше были лекари. Они лечили лекари. Доктора, лекари. Сейчас врачи. Ну, у нас, у нас врачи. Вот. Я верю, что лекари, они от Бога. Я верю, что Бог им дает мудрости фармацевтам изобретать какие-то препараты, которые сегодня помогают человеку. Но я также свято верю, что Бог исцеляющий. И я тому свидетель, и много-много-много раз, сколько Бог исцеляет. Я также верю, если мы сейчас молились за Анатолия, я верю в то, что одно из имен Бога чудный. И я знаю, что Бог в силе творит чудеса. Чудотворение. Знаете, это когда вот за ребенка молятся, а у него нету коленной чашечки. Знаете? Вот нету. А потом за него молятся с верой, молитва веры. Молятся, видят эту чашечку. И потом эта чашечка появляется. Вот это чудотворение. Я думаю, я повторяю еще раз, возвращаюсь. Это моя вера. Это то, как я верю. И я не хочу с тобой ссориться, если ты так не веришь. Я тебя люблю, и я хочу, чтобы мы дружили. Я говорю то, как я молюсь. И у нас в Украине, наверное, одно из таких важных факторов веры является то, что, может быть, мы не так много зарабатываем. У нас нет страховки. И нам нужно много веры, если приходит какая-то серьезная болезнь. Поэтому у нас есть подтверждены медицинские исцеления от рака, от гепатита С без медикаментов. Меня Бог исцелил, я умирал. Вы это знаете, я вам свидетельствовал. Сейчас просто достаточно показать мою фотографию. 58 килограмм веса. Когда левое легкое распадается, у тебя не просто туберкулез, у тебя распад легкого туберкулома и так далее. Я не принимал ни одной таблетки, но я был совсем чуть-чуть верующий в этой первой любви, в этом огне. У меня не было наставников, но у меня было слово, в котором написано, что ранами его я исцелился. И, может быть, сегодня можно спорить по этому поводу, какого исцеления это касается души, тела. Второе, что Бог мне открыл, нужно благодарить, ведь вера – это осуществление ожидаемого. Вера – это осуществление ожидаемого. Чего ты ожидаешь? Я ожидал исцеления. Уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. То есть, этого еще нет, но я уверен, что так будет. Это молитва веры. Знаете, наше дело… И вот Писание говорит, Якова 5.15, да? Я вам сейчас прочитаю. Начну с 14. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Молитва веры исцелит болящего. В одном из мест Писания написано, что верующего будут сопровождать сии знамения. То есть, вы верующие? Аминь. Верующего будут сопровождать сии знамения. Первое написано, бесов будете изгонять. И потом написано, будете возлагать руки на больных. То есть, если подойти радикально к этому вопросу, то там говорится, то есть, как я узнаю, что ты верующий человек. То есть, верующего будут сопровождать сии знамения. И один человек, ну, рассказывал историю, он говорит, я, когда первый раз это слово мне открылось, я так воодушевился, и я хотел людям помочь, и я помолился за человека, а он умер. И он испугался. И он перестал молиться. Испугался, помолился, человека не стало. Это не человек его, там, я руку, он умер. Наше дело молиться. А Бог делает. Понимаете? Наше дело молиться. И когда я был болен и умирал, действительно, я не мог, ну, я держался за стенку, я, если присаживался, я мог встать и упасть, у меня уже не было аппетита. Знаете, кто, может быть, проходил такие подобные моменты, ты понимаешь, что ты умираешь. То есть, нету каких-то сомнений, что все, твоя жизнь закончена, но ты верующий. И ты говоришь, Господи, я хочу жить. Я бы ел таблетки, но мне их никто не давал. Но у меня есть Господь. И я говорил, Господи, я верю, что ранами Твоими я исцелён. И я благодарю Тебя за исцеление. То есть, я поверил. Я поверил, как в свершившийся факт. Это было осуществление ожидаемого. Это был процесс. Прошло какое-то время, и незаметно ушла температура. То есть, это был воспалительный процесс, который продолжался год. Ну, это то, что я заметил, так я, может, не обращал внимания. И потом, через три года, сделав рентген, там, устраиваясь на работу, мне позвали на повторный рентген. И оказалось, что у меня на левой верхушке лёгкого рубцы. То есть, рубцы. И они говорят, а где вы лечились? Что вы принимали? Я говорю, вы не поверите. Ни одной таблетки не съел. А где был, я им даже не рассказываю. То есть, там, это не было клиника, или это была тюрьма строгого режима. И я им просто говорю, что я не ел никаких таблеток. Они говорят, ну, так уж и не ели. Я говорю, да, я не ел ни одной таблетки. Я не принял. Я не рассказываю всю историю. В некоторых местах я рассказываю. Но это подтверждено медицински. Это моя вера. И знаете, порой бывает так, что твоя вера, когда ты делаешь первые шаги в христианстве, вот эта первая любовь, когда ты горишь, когда ты веришь. А потом, когда проходит 20 с лишним лет, и там какая-то у тебя вообще ерунда какая-то, понимаешь? И ты начинаешь эти, я за себя сейчас говорю, и начинаешь эти глотать колеса, и так мне что-то, таблетки, извините. Ну, это просто, работаю с такими людьми, поэтому. И понимаете, да? То есть, посмотрите, болен ли кто из вас? Тут механизм. Пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего. У меня есть параллельно современный перевод, дословный. Тут написано, молитва, возносимая с верой, Возвратит здоровье больному, и Господь исцелит его. Если же он согрешил, то Бог простит его. Это вопрос веры каждого человека. И я для себя принял решение тогда. Я повторяю, опять провожу эту параллель. Я говорю за себя. Я вас люблю. Ничего не навязываю, ни в коем случае. Если ты веришь так, пусть будет так. Я хочу вас любить и дружить с вами. Все нормально. И я для себя принял решение. Если даже я умру, но до последнего дыхания я буду верить в то, что Бог меня исцелил. Потому что Бог любящий Отец. Я так верю. Если мы... Конечно, есть моменты определенные, там в целях какого-то, может быть, чтобы человек приблизился к Богу, и Бог допускает какие-то вещи. Но я все же... Я не соглашусь. И для себя я не был согласен. Видно, я так хотел жить. Когда написано, что если мы, будучи злы, умеем даяние добрые давать, то тем более Отец наш Небесный. Тем более Отец наш Небесный. И я не могу себе представить, если я прихожу к Вальдемару домой, а там лежит его сын в углу, с руками и ногами поломанными. А я спрашиваю, брат, а что он с такой весь переломанный? А он говорит, а это я так его наказал. Он провинился. Я не думаю. Я не хочу так верить. Это мое решение. Хотя сегодня у меня есть какие-то... Все же мы живем в мире, который отравлен грехом, вот этим первородным грехом. И плоть, она наша тленно. Есть вопросы, которые связаны сугубо со здоровьем, когда человек, извините меня, ну, питается неправильно. Воды пьет недостаточное количество. Ест там жирно, еще там какие-то вещи. И потом с претензией обращается к Богу, почему Бог не исцеляет его. Ведь он же сказал, если мы попросим у отца во имя его, то он даст нам. Но что-то не происходит. Как однажды обратился ко мне человек помолить, чтобы я похудел. Он 26 лет, 23 года ему было. А он весил там за 100 килограмм. Ужас просто. 23 года. Я говорю, брат, просто надо попробовать меньше кушать. И мы его взяли в Севастополе, там на фиолент. Там есть такая скала, ступеньки. Вниз он с нами еще сошел, а назад мы его тащили наверх. Но это вопрос, когда ты сегодня не смотришь за своим здоровьем. Если ты элементарно не делаешь зарядки, если сегодня есть ряд заболеваний, которые связаны, например, там с лимфооттоками и так далее. Я тебе просто скажу, сегодня в день, когда у тебя сидячая работа, тебе нужно подняться и просто раз 20 присесть, чтобы лимфу прогнать. Потому что сегодня люди от этого умирают. Просто 20 раз присесть. Это же можно сделать. Или потом умирать, помолитесь за меня. Это тебе просто присесть надо было. Тебе надо что-то делать. Вести активный образ жизни. Потому что ты храм Духа Святого. Ты храм. За храмом нужно смотреть, храм нужно убирать. Я так верю. Я так верю. Но есть вещи. У нас есть женщина в Киеве. Она в инвалидной коляске. Но она никогда, ты от нее не услышишь, что она больна. И она сегодня молится за исцеление людей. И Бог исцеляет. Но она в инвалидной коляске. Но она всегда говорит, я здорова. Да, по факту больна. Но я верю в истину, которую сказал Господь. И она так живет. Она жизнерадостная. Она не унылая. И я уверен, если бы она поддалась этой болезни и постоянно говорила о том, что она больна, она бы умерла. Я верю в то, что и я делился, я не помню где, и по-моему, на прошлой библейском часу я говорил о том, что наш организм, он так устроен, что в нем есть 80 километров нервных окончаний. Это ученые об этом говорят. И сегодня те слова, которые ты говоришь в свою жизнь, под малыми токами они поступают в весь твой организм. Так работает. Послушайте, Бог исцелял словом. Он говорил слово. Бог сказал, да будет свет, и стало так. Сегодня можно найти оправдание, почему я болею. А можно сегодня прийти к тому, что я должен делать, чтобы не болеть. Допустим. Но я вернусь к молитве веры. Молитва веры исцелит болящего. Когда мы сегодня, мы молились за женщину там. Знаете, интересные моменты, это в большинстве случаев, когда мы молимся за людей, происходит таким образом. Мы молились за женщину. У нее там какая-то проблема, спина там, я не знаю. Я не понял там, какая проблема, честно. Мы возложили руки, молились за нее. Поблагодарили Бога за исцеление. Я ей говорю, вот мы были с Вальдемаром, я ей говорю, что вы не могли делать? Что вам было сложно? Она говорит, сгибаться не могла. Я говорю, сгибайтесь. Как? Я говорю, послушайте, вы же пришли, чтобы за вас помолились, за исцеление. Да? Помолились. Вы верите, что Иисус исцелил? Да. Вы верите, что сейчас Он исцелил? Да. Нагибайтесь. Я говорю, нагибайтесь, я говорю. И она нагибалась, вот так стояла. Я говорю, ничего как, не болит ничего? Нет, не болит. Я говорю, так прославьте Бога. И она говорит, слава Иисусу Христу. А я смотрю на нее, она не верит. Она нагибается, но она не верит. Вот так и мы порой приходим к Богу. Господи исцели, но мы сами не верим. Как сегодня брат Анатолий говорит, мы сами себя не можем простить за какие-то вещи. Бог простил, а мы себя не прощаем. У меня на реабилитации был человек, и почему был, его нет, он умер. Я не знаю, как он погиб, умер. Он убил маму свою и был на реабилитации. Не то, чтобы это было умышленное убийство, но он убил маму. И сколько мы с ним работали, сколько он не мог себя простить. Маму уже не вернуть. Он человек, который принял Иисуса в сердце, но он не мог себе этого простить. Он постоянно ходил мрачный. Он постоянно ходил подавленный. Он молодой парень, красивый, симпатичный. Его сегодня нет в живых. Он не смог себя простить. Бог простил. Бог исцеляет. А мы принять не можем. Почему? Веры не хватает. Веры не хватает. И мне во многом веры не хватает. Я тоже человек. Но Бог не изменился. Он вчера, сегодня, и во веки тот же. Рука его не сократилась для того, чтобы спасать. Рука его не сократилась для того, чтобы исцелять. Я не знаю, есть много ответов на наши вопросы, которые мы получим на небесах. Если быть не честным сейчас, не искренним, можно там что-то умничать, говорить о каких-то вещах, которые догадываться и преподносить эти догадки как за истину. Я не знаю. То, что я не знаю, я говорю, я не знаю. Но я знаю точно, что Бог не изменился. Он вчера, сегодня, и во веки тот же. И если сегодня мы молимся, а человек не исцеляется, то не надо эту ересь сегодня произносить все, это было 2000 лет назад. Нет. Сегодня на днях было, несколько месяцев назад у нас сестру Бог исцелил от рака, еще там от каких-то вещей. Когда вам говорят сегодня, что это было давно, сегодня Бог не работает. Это в тебе проблема. Бог не изменился. Бог не изменился. Спасибо, дорогие. Я еще раз вам говорю, это мое. Я в это верю. Я так верю. Я вас люблю. И Бог вас любит. Слава Богу.